Привет, ты много раз критиковал науку. Я не критиковал науку, я прикритиковал то, что сегодня выдается за науку, политический консенсус вокруг каких-то научных концепций, которые не являются настолько бесспорными, какими их выставляют в общественном пространстве, в политическом пространстве. Вот это мне не симпатично, мне не симпатично, когда науку превращают в такую дубину, с помощью которой начинают бить всех несогласных. И примеров этому множество, это даже не, скажем там, спорные какие-то вопросы, типа там про глобальное потепление, про которые я не хочу говорить, меня вот там ругают, что я говорю о том, чего не понимаю, про глобальное потепление, но если вы посмотрите все интервью, где меня об этом спрашивали, первое, с чего я начинаю, это я говорю, что я не являюсь специалистом, не нужно со мной об этом разговаривать, я не специалист, я не знаю, я вижу другие вещи, я вижу, что под видом научности выдают, систематически выдают ересь, особенно в науках гуманитарных, которые не являются естественными, Потому что в естественных науках это чуть сложнее делать, хотя и там есть жестко политизированные какие-то очаги, например, наследование генов и наследование характеристик. Вообще невозможно об этом разговаривать в научном контексте. То, что вам с любой стороны, с правой стороны, с левой стороны вам что-то говорят про научность и доказанность той или иной теории, за значительную долю вероятности это полный бред, политизированный, не имеющий отношения к науке. Когда речь заходит про гуманитарные науки, это просто невозможно слушать, невозможно серьезно относиться. Психология, наверное, и психиатрия – самая, наверное, яркая иллюстрация такой псевдонаучности, потому что мы помним, что за научный консенсус выдавалось 30 лет назад, что за научный консенсус выдается сегодня. И каждый раз от нас требуют, от общества требуют, чтобы мы относились к данному конкретной научной точке зрения как к истине в последней инстанции. И в то время как с точки зрения науки, во-первых, никакой истины в последней инстанции не существует, все постоянно ставится под сомнение, особенно в гуманитарной науке это необходимо. Во-вторых, где недоступен эксперимент в полной мере, говорить о какой-то истине, в принципе, достаточно спорная позиция. И то, что происходит сейчас с психологией, с пествованием культа жертвы, вот сейчас меня съедят, конечно, люди там некоторых взглядов. Пествование культа жертвы мне кажется абсолютно разрушительным. Чем-то, что мы будем вспоминать как абсолютное мракобесие, как сегодня мы вспоминаем, как абсолютное мракобесие кастрирования там гомосексуалистов и шоковую терапию у людей с депрессией, которая происходила буквально там 30-40 лет назад. Вот все, вот это мы сейчас считаем мракобесием. Пествование культуры виктимности сегодня, и это в значительной степени исходит из психиатрии. Мы будем на это смотреть как на варварство, я в этом уверен, не будучи специалистом в этом уверен, потому что, ну, это варварство. Я достаточно на любительском уровне читал книги по психологии, я понимаю, как работают манипуляции, я понимаю, как легко человека убедить в том, что он жертва, я понимаю, какую тяжелую травму это может нанести ему, и я вижу, как целая индустрия занимается тем, что внушает людям, что они жертвы. Меня это выводит просто из себя, но, видите, из-за того, что у меня нету никакого диплома профильного, я не могу людей бить книгами по голове и говорить, что вы несете, как вам не стыдно. А люди, которые в академии работают, они боятся, боятся потерять место, боятся сказать лишнее слово, потому что тема настолько политизированная, что их за это лишат карьеры, их за это лишат зарплаты, их жизнь будет висеть на воровске людей, способных на такой поступок, недостаточно. Но я надеюсь, я надеюсь, что все-таки здравый смысл победит. Но я критиковал, как еще раз повторяю, не науку, точно, совершенно не науку, а псевдонаучные подходы, а то, как наука политизируется и превращается в псевдонауку.